Здарова! Смотрим вместе с вами мы сегодня анимацию от Мармажа, новую, кстати, быстро сделал, надо сказать, про то, как телевизор сломал ему психику, написано там было вроде что-то на превьюшке про какой-то телевизор 90-х, мы, в принципе, его... Любой телевизор 90-х. Ну, 90-х там вроде их, х-х в конце было. Ну, короче, я смутно помню телевизор 90-х, потому что была слишком маленькая, но, возможно, что-то мы вспомним. Погнали! Здарова, дружочек. В моем детстве единственным окном в мир был телевизор, поэтому смотрели его абсолютно все. Почему с единственным окном в мир? Можно было книжки еще почитать, и журналы там какие-нибудь, и книжки читала. Ну, это такое, это окно в прошлое, а не в окном в мир. Ну, там разные пары, энциклопедию можно было почитать. Нет, ну мир-то прям сегодняшнее событие, ты можешь посмотреть, что происходит. Ты что-то новости маленькие смотрел? Нет, новости я не любил, короче. Ну, там ты делал мультики все равно смотрел. Нет, все равно фильмы какие-нибудь такие современные. Так а что это окно современное? А книжки, как правило, получаются какие-то старые, получается какие-то про древности читаешься. Малые книжки замечательные, какая древность. Ну, прикол в том, что само телевидение 90-х было, но, ну, блин, ну, конечно, да. Вкусные истории. Многие видели эту программу, многие помнят. Короткие миниатюры сделаны с помощью стоп-моушен-анимации, где главный... Я видела! Нет, видела что-то похожее, но не это вроде. Нет, какой-то блогурный, я не помню ничего. Ну, что-то похожее я видел. Колбасы, предки полного расколбасы. Героями выступают одушевленные продукты. Каждый раз они готовят новое блюдо, пошагово показывая рецепт. Как бы и забавно, и познавательно, да? Я про это что слышала. Но если двинуть с другой стороны, то это выглядело как-то так. Сегодня мы делаем картофельную запек... Да, поэтому сегодня убрёшь ты, похоже на каннибализм. Режешь тебя. Ура! Да, картошечка, а ты чего стоишь? Полезай в тепящую воду. Хе-хе-хе-хе. Погодите, ты что, серьёзно? А с чего мы тут, по-твоему, готовим? Боже, боже, моё тело болит. Раздавите картошку в пюре. И я почти не уверен. Они реально готовили блюда или из своих друзей. Нет, получается прикол, что картошка готовят из картошки. Да. Сами выпиливали. Мы сам себя. Сами выпиливали частью рецепта. Был даже один выпуск, где по сюжету голодные дети срезали своему бате скальп, вынули внутренности, напихали им внутри крупы и зажарили... А, я поняла, это пшенка с тыквой была. Слушай, пап, а прикольный рецепт, да? Ну и пиздец. Пинограмм в целом было немного, и выбора особо не было. Одной из моих любимых передач была «Очумелые ручки». О, да, это я помню. Они что-то из бутылок вечно мастерили, сидели. Помню передачу, но не помню, что там было. Нет, это вообще передача называлась «Пока все дома». А у них была, по-моему, рубрика «Очумелые ручки», нет, это же у них была отдельная... «Пока все дома». «Выгодно зайти». «Соседи». «Пока все дома». «Это что-то не то». «Пока все дома». «Не, ну, как бы не позоришь». «Пока нет никого дома». «Выгодно зайти». «Мечтай мастерить, да?» Там Андрей Санчбахметьев делал из всякого говна полезные в быту штуки. И обычно главным материалом выступали... Я вот помню этого, который более волосатый. Не помню, как его зовут, а второго не помню. «А стековые бутылки». «Из них он делал очки», «Закон», «Ровальник», «Дом для хомяка». «Это что еще такое?» «А, это термос». «Я думала, это этот мобулятор». «Самогон». «Нет, ну вообще, если...» «Консервируем самогон». «Нет, ну вообще, по поводу того, что я сказала, вообще, как бы такая есть технология, кустарно он так и делается там». «Ты знаешь?» «Да». «Я видела, как это выглядит примерно. Я это не сама делала, это по работе». «Я что-то попал». Шоу было таким популярным, что выходила даже книга. Кстати, для детей очень советую. Но была проблемка. «Очумелые ручки» не было самостоятельным шоу, а являлось лишь небольшой рубрикой внутри другой передачи «Пока все дома». Да, да, да. «Очумели этой программы, но это еще поискать». По-моему, она шла утром в субботу, ну, по-моему, по выходным, потому что дед включал. «Один раз в неделю». Да, мне кажется, на выходных как-то утром. Вот все прикольные шоу шли, я помню, по выходных с утра. Вот все вот как тут с утра тарик подрубаешь и смотришь, и там куча всего. Всякий «Квартирный вопрос», «Дачный ответ», всякие вопросы дома. А, я помню, знаешь, какая была тема? Вроде перед мультиками было шоу «Играй гармонь, любимая». И дед у меня подрубал с утра «Играй гармонь, любимая». Я помню, что я в пятницу или в субботу вечером смотрел «Поле чудес» постоянно. А, это «Пятница вечером», «Пятница вечером», «Пятница вечером», значит. И после «Пятница вечера». Значит, «Пятница вечера», по-моему, «Поле чудес» шло в «Пятницу вечером». Костик какой-нибудь знаменитости припирался ведущий Тимур Тизяков и брал тягомотное интервью. Вот вы какой-то там советский актер, да? Ну, ну да. Ага, а это жена ваша, наверное, да? Все правильно. Жена советского актера. Ага, а это, получается, дети ваши. Получается так. Очень интересно. Ну, нормально. Хорошо сидим. И вот так целый час. А долгожданные очумелые ручки могли начаться в абсолютно рандомном. А, я вспомнила еще, какая передача была. Блин, сам себе режиссер. Очумелые ручки рандомно? По субботам была. А мне кажется, да. Мне кажется, да, рандомно шла. Я помню, что у меня была какая-то фигня с бутылок у них. Вот это я тоже точно запомнила. Через 10 минут, через 26 с половиной минут. А, да, рандомно. Тут как решит монтажер. И чтобы их не пропустить, сидел, ждал, ждал и ждал, когда эта хренатень уже закончится. Ну и обсудим еще одно шоу под названием «Любовь с первого взгляда». Я не знаю такого. Так, подожди, ты знаешь, что похоже? Как это называется сейчас? Давай пожелимся. Нет, нет, другое, сейчас шоу новое. Давай почепонь. Нет, это понятно. Как это называется? Господи, сердца за любовь. Нет, сердца за любовь. Сердца за любовь. А что там было? Сердца за любовь. Там, короче, сидят, вот, да, тоже, там все три девушки, или там четыре, или там три парня, и к ним выходит на подиум. Ну, то есть, если ты будешь мне сидеть девушкой, к ним выходит парень. И он начинает просто рассказывать, какие-то вопросы. Да, и какая-нибудь, если кто-то выбирает, типа, ладно, я ухожу с тобой. Либо они там ему покажут таблички, типа, ты лох, уходи. Что-то такое, по-моему, есть. Ты один у них парня, и три сеньора. Ну, да, ну, да. Уходные девушки общались, отвечали на вопросы друг друга, а потом выбирали того, кто больше понравился. У кого за всю игру было больше совпадений, становились парой и играли в суперигру, где главным призом было романтическое путешествие на двоих. Вы скажете, ну и что, шоу? Что, прям так сразу, то есть, только познакомились, сразу будет романтическое путешествие? Может, уже готовые пары приходили? Так было бы логичнее. Так, шоу, что такого-то? И сейчас есть что-то плюс-минус похожее, типа, там, сердца за любовь. Но у них как-то был выпуск с детьми. Не с подростками даже, а прям с маленькими детьми. Где они выбирали? Нет, нет, ладно, я надеюсь, хотя бы дети выбирали детей, а не взрослые. Ну, естественно, они считают. Дали себе партнера, а потом им надо было выиграть романтическое путешествие. С кем сидеть в школе? За партой. За партой вместе. Собственно, они сделали. Как им было неловко. Вы же понимаете, что они туда не сами пришли. Их туда привели родители. Здрасте, это вот дочка моя, ей 7 лет. 7 с половиной. 7 с половиной, да. И мы хотим найти хахаля. Уже. Чтоб они вместе хохотали. Да, именно поэтому. Кого что? Алиса, скажи, ты рада, что ты выиграла путешествие? А что вы с Марком там будете делать? Отдыхать. Отдыхать? О, давай, Марк! Адохни там, нормально, скрали, да? Так, все-все-все-все-все-все. И знаете, подобный шоу с двойниц, ну, было ни одно и даже не два. Так что, если вдруг тебе понравился этот формат, то сообщи мне об этом в комментах. Да, мне понравился. Я млайк поставил. Все, оставляю вас тут обмазанных кринжом уж, извините. Нормальный шоу. И не смотрите телек, вас там плохому научат. Все, до скорого. А нам взрослые говорят, не смотрите. Взрослые нам говорят. Я говорю, нам взрослые говорят, маленькая девочка, 28 лет почти. Взрослые говорят. Я так воспринимаю себя. Да, за инфальтивное поведение. Да, мне очень инфальтивное. Да, нам говорится, что типа в интернете вас плохому научат, а по телеку все классно. Знаешь, что не хватает? Не хватает больше передач здесь. Как будто здесь не хватило еще пару штучек. Знаешь, он показал веку, вот еще, еще пару штучек. А еще вот такое было и вот такое. Это сделан в следующий выпуск, еще такие-таки Мне понравилось Я хочу Я хочу еще В смысле, я хочу В смысле, я хочу Я хочу еще Так ты же поставил лайк Ну да Это, как его называется Я помню, из каких передач Что я конкретно ожидала Сейчас вспомню Так, был кулинарный поединок по НТВ Я ждал покемонов Нет, передачи, не мультики Обязательно Какие-то, помнишь, передачи конкретно Передачи? Помню, сам себе режиссер было Вот это очень, я всегда с собой беру Видеокамеру Это как 100-100500 до Ютуба Да, до Ютуба Там тоже всякие прикольные моменты Потом приглашали еще авторов роликов Слушай, мне вроде было даже смешно Как он комментировал И даже смешно эти тупые озвучки Они вообще совершенно не нужны были Нет, комментирование тупое А какое-то было комментирование? Ай, Семеновна, что ты сегодня без банок? А, да, что-то такое было О, да, Петрович, а без банок? Такой что-то нелефый, а? Да-да-да Ну, потому что нормально заходит Я помню, было Вроде даже смешно было Был вот квартирный вопрос Там, где квартиры переделывали Мне нравилось Там еще помню, была рубрика Где дизайнер был Какую-нибудь тумбочку Я там что-то шкурила Или что-то из говна и палок Собирал, типа, мебель Бывала она иногда максимально странная Был кулинарный поединок Когда ставили двух Либо звезд Либо звезду и шеф-повара Либо шеф-повара и шеф-повара И давали им какой-то набор продуктов И говорили, нужно было сделать первое Второе и десерт Что-то такое Я кулинарно ничего не любил А мне нормально было Мама включала Еще помню эту все время Как эта женщина Юлия Юлия Вы Жбенцная Жбенцная Ну, по-моему, она такая шестрая Такая-такая Сейчас берем акцелку Нарезается Ты что, она нас так полюбится Бр-бр-бр-бр А, про путешествие еще было А, да-а-а-а Как это? С мыть дверьем крыловым Непутевые заметки Непутевые заметки А еще, помню, смотрел цикл Джак и в Кусто был Про океан какой-то там показывали И про динозавров что-то было От BBC Какой-то цикл передач По первому каналу Блин, такая ностальгия А еще А еще была куча У меня дед смотрел постоянно Ментовские сериалы По НТВ Типа всяких улиц разбитых фонарей И я помню Что я смотрела Мне действительно понравился Мухтар, потому что там была собака Я такая, типа А, нет, знаешь-ка У меня у нас комиссар Рекс По-моему, тоже он шел Это вот после него Сняли Мухтара Блин, такая ностальгия На самом деле Начинают вспоминать эти шоу И вот я помню Помню еще детство А потом это было Пусть говорят Уже стирка с Нагиевым Которая еще была Нет, с Малаховым Вроде бы уже была А с Нагиевым что-то было А окна были Окна были Это прототип Дома 2 Да Не, не Дом 2 А, я смотрел что-то Ко-что мы смотрели Последний герой Ты смотрел Тоже было интересно Куча сезонов И мы-то последний Я смотрел Дом 1 О, господи И Дом 2 ты смотрел Там, кстати, не строили Любовь Да строили Дом реальный Там строили Дом реальный И разыгрывали потом Да Блин, ладно Мы еще будем вспоминать Я смотрел Я еще помню Лысый ведущий был А не Нагиев? Нет, не Нагиев Другой Он потом в программе Таксин тента работал Ну, снимался Да? Блин, короче, жесть Ладно, сейчас мы еще Будем ностальгировать Мы с тобой ностальгируем Еще на второй такой ролик По длительности Короче, мы хотим продолжения Мы требуем продолжения Мога, оттаваем продолжение Давай, настальжение Продолжение Хм, неплохо, неплохо А давай еще это видео посмотрим А может лучше это? Хм, сложный выбор